Как раз вовремя я успел, давайте продолжать с вами проходить замечательную игру про маленьких девочек, про совершеннолетних девочек. Life is Strange сегодня у нас на канале. Добро пожаловать. Вернуться. А, звук с собой выключить. Микрофон-то включим. Ну, микрофон включим. Не забыл. Поехали. Такс, значит, нам как-то надо фотоаппарат отремонтировать. Ну, мало ли. А вдруг бы помогло. Сейчас найдем. Да что ж ты неуклюжая такая... Пусть там лежат. Ну его нафиг. А второй раз ты так же и уронишь? Странная она какая-то учу. Поехали. Они слишком большие. Мне нужны небольшие инструменты для этой камеры. Это мебель от Blackwell Academy. Я не знаю почему. А, он занимается установкой камер. Написано же вон. Placement of cameras. Типа, где планируют устанавливать? Ну, нормально. В туалетах не планируют-то. Ладно. Жалко, что камеры понаставят. Да, в принципе, ничего подозрительного. Расположение камер. Что это? Клое, папа, действительно установила камеры в комнате? Для реальности? Этот человек имеет серьезные проблемы. Клое и Джойс даже знают о них? Не, ну, вот это странно. Хотя... Тоже, на самом деле... Мало ли какие воришки заберутся. А, вон они мелкие. Угу. Ну... Ну... Ну, чё я могу тебе сказать? Возьми ствол просто, да и всё. Выстрелим в них, они упадут и... Всё и... Хмм... Одна из этих шагов не потеряется. Я надеюсь, что Клое из степдады не пакет водой. А это как бы не тот... Мелкий засранец взял. Богатенький. Да! Скоор! Скоор! Да! Это не выглядит стабильным. Я понял. Изи! Это было очень смертно, дуракая. Никто не может достигнуть. В смысле? А чё? Наклониться не сможешь, что ли? Достать? Давайте посмотрим. Эти инструменты остались. Из-за достигнута. И никто не может их получить. Бриллиант, Макс. Бриллиант. Да чё, гениально. Ну, картошки туда под денег. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну кто ж знал, что нужно сначала оттолкнуть, а потом... Кстати, что шкафчик-то не закрыло? Ай-яй-яй, некрасиво так делать. Интересно, а на камерах это как-нибудь отображается? Ну, видно, что там Хлоя. Ой, Хлоя, Макс время перематывает. А, это, это он! Ах, ты же ел пары с этой. Ну да... Вояка-япона-мать. А можно вот осмотреть? Ну ничего страшного, вот сейчас мы быстренько посмотрим на них. А, Кейт Марш? Почему он имел фотографии от нее? А, она что-то знает. Зачем он за ней следит? Маньячелла какой-то. Извращенец. Маньячелла какой-то. Может быть, он должен быть герой. Масклкар? Ну да... Масклкар. Хотя... Ну... 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 Какой-то такой себе масклкар. Еда. Посмотрите на все это. Посмотрите на все это. Это, как, достаточно спамов для 100 лет. Хорошо. Теперь он открыт. Еееей! Теперь он открыт. А че я инструменты взял? Там отремонтировать не мог свой телефон? О, фотоаппарат. А что там, подруга? Я инструменты нашла. Будешь ремонтировать мне фотоаппарат? Мы нашли инструменты. Красиво. Ты можешь сидеть на моей доске и исправить свою камеру. Че-то, походу, не получается. Я прошла после тебя. Это совершенно смешно. Ты, халла, спасла мою жизнь. Ну... Скажите мне правду, Макс. А... Ну... Ну да, я там была. Смешивая в стороне. Че-то! Ты был нинжем! Нинжем бы выстрелил голову Натану. Я просто взяла фотографию. Это так ужасно. О, да. Я почти сломала себя, когда я увидела фотоаппарат. Так. Ты меня известна? Ты меня известен? Не отлично. Твои волки и волки так разные. Я надеюсь. Я уверен, что это все так странно для тебя, после возвращения. Как ты говоришь, это было такой же день. Так... Ты должен был бы слышать нашу конкурсацию. Просто немного. Нет, вы не слышали каждое слово. Окей, я только слышала что-то о денег. Дроги. Но это всё. Теперь для большого вопроса. Ты сказал никому? Как кто? Как кто? Как кто-то. Я скажу тебе еще один день. И я серьезно о тебе, Макс. Я, эээ... Знаю, это был твоя дочь в прошлый месяц. Это был твоя дочь в прошлый месяц. Я хочу его взять. Это так круто. Ты вспомнил мою дочь. Но я не могу это взять. Конечно, ты не можешь. Мой папа бурят, если я никогда не использовал его. И теперь я знаю, что это будет использовано. И я сделаю эту фотографию как символ нашей советы. Хорошо? Да, конечно, это круто. Спасибо. Эта камера так сладкая. Сейчас, когда мы получили эту мусюшую дочь... Я чувствую, как стейдж-дайвинг. Поехали в этот дом. Ты улыбка. Да-да-да. Я в голове не в голове. Поехали! Поехали! Погнали! Или возьми мне фотографии с твоей новой камерой. Я не буду тебе фоткать музыку. Пошли. Домой меня отвези. Хорошо, давай сфоткай. Shake that booty, baby. О, да. Shake that booty. Here... This song, fucking rules. I can't dance to me? Come on! Rock out, girl! Хорош матюкаться. Yes! Break it down, Max! Yo! Turn up! Ой, батя пришел все тихо, музыку... ...ау... ... snitch That booty! Dude, the music not even on! ... asshole. I come without me to talk. Нет никакого способа! Ты должен спрятаться, сейчас! Мой подпадед уберет меня, если он тебя здесь найдет! Клоэй, ты будешь рядом с дверью, пожалуйста? Тихо, я меня меняю, это нормально? Макс, найдешь место, чтобы спрятаться, сейчас! Клоэй, что ты делаешь? Клоэй, ты в шкафу! Я меня меняю, дай мне минуту! Не смотри, просто дай мне, сейчас! Пожалуйста! Одну секунду! Моя бра встала! Я не буду спрятаться, солдат! Класс! 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 Не могу больше, я не могу спрятаться, где дальше? Три секунды, чтобы открыть дверь! Это не пойдет быстро. Мне лучше смотреть на меня. Класс! Что происходит здесь? Почему она здесь? Ничего твоего бизнеса. Я не люблю ищущих здесь. Стоп! Она не ищущая! Это моя другая! Грэй, другая твои друзья. Одна из моих шкафов не потеряла. Ты можешь это сделать? О, Господи, я не взяла твою шкафу! Ты знаешь, что я верю в шкафу контроль? Ой! Это грязь? Ты снова разговариваешь? О, да, шкафы, шкафы. Ты разговариваешь. Я не знаю, что я верю в шкафу. Я не знаю, что я верю в шкафу. Скажи мне правду! Это право! Это не моя патка, это от Макс. Это правда? А, да, моя патка. Так что ты привез в шкафу. Как бы я подвожу в шкафу? Это выстрелите твою шкафу неизвестную историю Блаквел. Ты мне кажется, что ты не смешаешься, Макс. Я пищу от тебя, укрепляя Клоу. Мисси, ты точно любишь попасть и начать проблемы. Какая-то вечеринка. Ты не можешь ничего умного сказать сейчас, да? Готово от ее, человек! Принесли меня на моих друзей! Ты не уходишь на моих друзей! Как ты знаешь, ты даже не настоящий коп! Ты же охранник! Я был солдат, Клоуи. И, Макс, если я тебя снова увидел, ты узнаешь все о настоящих проблемах. В любом случае, давайте спрятаться от двери. Есть один классный место, где мы можем притягивать в этом двери. И это будет не так хорошо для меня. Я хочу избавиться от моего благослужения, я не должен ловить для кого-то. Даже Клоуи. Я должен подумать о моем будущем. Хлоя тоже не очень хорошо поступила. Сразу причем такая, а это не мое, а это подруга притащила. Клоуи. Это не мое. Взбираю. Но я не знаю, что в этом. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да я забываю про эти способности. Я не был сюда в forever. Так что, почему я чувствую, что я только здесь был? Ох, это тот же самый путь, который я был на сегодняшний день. Твой белый рыцарь Уоррен тут, я знал, что ты беспокоилась за меня. Незик, ты все еще должна рассказать мне свой большой секрет. Кек, 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 лол, кек, чебурек. А почему равно и кек? На английском это как интересно звучало. О, кек, чебурек, че-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Да, странно очень. Очень странный перевод. Так, чувствую себя паршиво. Если бы я только знал, через что Хлоя прошла после моего отъезда... А, это я читал. Немного порыскав, я обнаружила целую кучу скрытых камер, установленных в коридорах и некоторых комнатах. Мне стало как-то не по себе, насколько же больным надо быть, чтобы понатыкать камер внутри собственного дома. Но это называется не больным, это просто у некоторых бывает, когда фетиш такой, типа, по самообороне, вот, чтобы, ва, мой дом, моя крепость, там. Если бы была возможность, вообще, турели бы установила эти, которые, пулеметы, там, на движение реагируют. Теперь понятно, почему Хлоя так ненавидит своего отчима. Пока я возилась с камерой, Хлоя нашла фотографию бабочки и поняла, что я была в тот момент с ними в туалете. А еще она догадалась, что это я включила пожарную тревогу. Когда Хлоя осознала, что это я спасла ее тогда в школе, то ее отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на все случившееся, она снова улыбается. Я так рада. Улыбка делает ее похожей на ту девочку, что я когда-то знала. Хлоя даже подарила мне старый отцовский инстаматик в честь возрождения нашей дружбы. А потом врубила музыку и начала танцевать, как сумасшедшая. Она даже пыталась заставить меня потанцевать вместе с ней. У нее почти получилось. И тут появился отчим Хлои. Угадайте, кто это был? Наш школьный охранник? Дэвид Мэтсон. Я так и не смогла спрятаться. Дэвид ворвался в комнату. Его разозлила громкая музыка и то, что Хлоя пригласила меня без разрешения. Тут он казался еще более жутким, чем в школе. Оказалось, что пропал один из его пистолетов. И в краже он обвинял Хлою. Даже стало еще хуже. Дэвид увидел один из косичков Хлои. И вообще съехал с катушами. Я взяла всю вину на себя и он чуть было не набросился на меня. Хорошо, что Хлоя вмешалась. Не думаю, что Дэвид это так оставит. Но сейчас мне наплевать. Хлоя была так тронута моим геройским поступком. Мы с Хлоей решили, что пора убираться из дома. Она обещала показать мне одно классное место. Совсем как в детстве, когда мы еще были лучшими подругами. Батя же ветеран, естественно, на конторе. Ну, что ветеран-то сразу, он... Да я служил! Да я служил! А ты служил! А я-то служил! А я-то служил! Вот из этих вот, короче. Я фиг знает, кто-то сейчас служил ли он там. Но, по-моему, он точно не ветеран. Ну, по-моему, он точно не ветеран. О! Пень! О! О! Я забыла всё это. Тоже плохо, что я не могу поделиться нападать. А чё там? Я не понимаю, что написано. О! А! Макс и Хлоя! Бестфренд Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! Не помню никогда, но и мне кажется, что он был здесь уходит весь час. Ну не чётко, симпотный городишко. На берегу вообще море вообще классно, на самом деле. Море, океана, наверное. Я бы даже пожил в таком. Я бы даже не могла. Я бы даже не могла. Да, да, да. С看омо, как молодежь Аркадия Бэй, Крутая граффити. Бигфут! Да, да! Для победы! Как долго это было здесь? О, а здесь, наверное, бомжи ночуют. В картоночке лежат. А можно ее сфоткать, нет? Ты уверен, что ты не хочешь быть alone? Добавляйся, Пит. Да, ниндзя-вомбат, я же говорю, что это, скорее всего, этот шкет украл ствол, мне кажется. Ну фиг знает, не знаю. Но у нее нету ствола. Ты в хорошем состоянии. Видеть мою степь-дорка играет, это делает меня счастливым. Я не знаю, как ты. И, Дэвид, действительно, один шкет-дорка. Я извиняюсь, что ты должен испытывать это в первую очередь. Ты должен жить с ним. Он всегда был таким образом? Какой? Какой-то, когда моя церковная мама упрямляла на наш дом, я никогда не вернулся к Дэвид. на какой-то а А, паранойист! Лейк, точно, я вспоминал, как это называется, когда ты во всем видишь подвох. Господи, Клоуи, я не могу верить это, я имею в виду, то что? Я знаю, что я прошла на площадке, я улыбнулся, и улыбнулся, и улыбнулся, и улыбнулся. Я не могу верить, и улыбнулся, и улыбнулся, и улыбнулся. Я не могу верить, Клоуи, и улыбнулся, и улыбнулся. Ой, короче, всякая фигня происходит, когда... Я надеюсь, мы сможем встретить Рэйчел. Я мистер Макс. Эта шпина, которая взялась от всех, кого я никогда не любил. Я хочу бросить бомбу на Аркадий Бэй, и улыбнулся в зеркало. О, нет! Я не могу! Да, я не знаю. Почему это происходит мне? surely you mean… If at a top course you make a long turnincante? Да, я не знаю… Олень какой-то… Олень! Кш-ш-ш-ш! Иди сюда! Я не знаю… О Оhlень какой-то. Фига себе прикольчики. Ой, а я не с той стороны. И чё делать? Встань, древо. Встань, древняшка, подожди, ну что ты делаешь? Глупый олень. Ого. Там газета какая-то. Надо время там посмотреть, какое в газете написано. Ну, дата в смысле. А чё мне туда никак не перепрыгнуть? Я не понял. А чё я должен был сделать? А, это спидпорт. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Всё нормально. Всё нормально. Реклама второго эпизода. Слушайте, она так и напрашивается. Она так и напрашивается. Либо под поезд, либо чтобы её пристрелили. Ну, если она продолжит в 18 лет пить, курить и... пытаться воровать, то, скорее всего, так и закончит. Либо под поездом, либо с пулей в животе. Привет, Рилла Кросс. И тебя тоже. Ну, или тех, кто рядом с тобой, девчат. Мам, бабушек, сестрёнок. Да согласен, ниндзя-вомбат. Я вот прям целиком и полностью согласен. Вообще ужас. Ужас! Чё, ну а как, нельзя продолжить сразу? Надо в главное меню выходить. Ну, продолжим. А, всё нормально, и уже 19. Действительно. Ну, и... ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ ХОНГО! ПОДПИСМЕНТЫ Легай его самостоятельно! Макс? Клоэ? Это имеет идею, что я тебя сегодня увидел. Добро пожаловать! Это Рича Эннер. Это все, что мы будем делать. Сразу, в начале игры. А потом пол игры будем еще по ней тосковать просто. Зато от Урагуана всех спасем. Что-то случилось. Смотрите, это грязь? Скажи мне правду, это норма. Я не успел. Да, у меня есть еще один вид. Торнадо будет выстрелена. Макс? Скажи мне все. Не, пока... Ну просто... Да... По будильнику. У Бати пока что нет камер. Это план у него пока только нарисован. Петицию уже подписывают. Типа собираются камеры поставить, но еще не поставили. Так что, возможно, он просто маньяк какой-нибудь. Извращенец. Вот с такими усами, как у него, только извращенцы ходят. Еще и подстрижен, как этот... Как Боб Тейл. Или как там эта стрижка называется? У вояк. Площадка. Ну или типа того. Усы и площадка это... Сразу понятно. Все. Все ясно. Извращуга. А что без одеяла не укрытое спит? Холодно же. У Фредди Меркури прическа была не... Не площадка. У него нормальная стрижка была. Игра не от Square Enix. Square Enix это издатель. Ну что, мы вставать будем, нет? Или я должен пробел нажать? Сижу, жду. Я думал, это заставочка. Ну что там? О, елки-палки по написали там. Эй хиппи, что скажешь насчет этого гребаного снега? И что насчет твоей новой силы? Или ты уже вернулась назад во времени и совсем разобралась? Я не могу перемещаться так далеко, хитрожопая. И мне нужна твоя помощь. Как тогда, когда ты сказал моему уродчему, что это твой косяк? Ну если серьезно, нам нужно поговорить. Давай съедим архангельский... Архангельский? Что это на меня нашло? Давай съедим охренительный завтрак в двух китах. Я угощаю. Я только за. Хорошо иметь слуг. Надо валить, хозяин. Завтрак не ждет. Безумная Макс, ты меня игноришь. Я ведь говорил о тебе никогда в жизни. Никаких смайлов! А капу можно ставить? Увидимся в кафе через 40 минут. Я буду там. Не опаздывай, или я буду знать, что время не на твоей стороне. Не оттопырься там, как... Кеку-ку-кеку! Отдастся ли Никитка Хлоя, играя за девушку? Узнаем далее. Не забудьте убрать детей и беременных женщин от экранов. Так как в игре есть мат и демонстрируются табачные изделия. Берегите себя, гребятушки. Ха-ха, да. Убирайте беременных женщин и детей от экрана, потому что здесь демонстрируется не только табак, а еще какие-то наркотики. Вот. Игра 18+, строго. Угу. Ну, будь я подростком, я бы, наверное, поиграл. Все-таки будь мне там лет 16-17. Меня бы не остановили эти предостережения. Возможно, даже в некотором смысле стоит поиграть. Вот в таком возрасте, когда начинается этот период созревания. Чтобы, может, каких-то ошибок в дальнейшем не совершать. Ну, это мы, это мы увидим дальше. Дальше по сюжету посмотрим. Вот. Спасибо большое, ДиКей, за поддержку. Благодарю тебя. Уроки здесь... Ну, это не в школу все-таки. ... Так. Не оттопырься там, как у меня в комнате. Уже в пути. Ты само зло. Сорок минут, а то убью. Ах! Как грубо. Да, мам, чё я? Привет, солнышко. Надеюсь, ты не забываешь поливать растения, которые мы тебе дали. Но много не лей, мама. Хорошо, мама. Так мы с Хлоей в конечном итоге оказались у маяка и наблюдали закат. С Хло... С Хлоя. Хлоя смягчилась и рассказала мне больше о Дэвиде и его супер-паранойе в школе и дома. Я даже не сомневалась, что это правда. Но я хочу знать... Точнее, я хочу узнать, что за дела были у Хлои с Нейтаном Прескоттом. Она сказала, что он торгует наркотиками, поэтому она решила шантажировать его в надежде, что он даст ей денег, которыми она смогла бы погасить долги. Наши жизни так изменились с тех пор, когда мы в последний раз гуляли в 13 лет. Потом у меня был другой ночной кошмар или кошмар наяву. Я снова оказалась у маяка во время шторма, только на этот раз я следовала за призрачной ланью, пока не дошла до края обрыва. Чувствуя холодные прикосновения дождя, я наблюдала за тем, как торнадо сметает все на своем пути. Маяк рушился, и я чувствовала себя такой беспомощной, наблюдая, как торнадо двигается в сторону города. Затем Хлоя разбудила меня, и я рассказала ей про все увиденное. Ну а потом, чтобы закончить день на совсем уж необычной ноте, в этот теплый день начался снегопад. Это было так странно, зловеще и чудесно. Я была в восторге, стоя перед снегом рядом со своей лучшей подругой. И на этой позитивной мысли я решила, что пора бы мне получить дозу здорового сна. Вот правильно. Лучший сон, чем наркотики. Наркотики для слабых. Тут что-то, типа, какие-то важные фотографии, или вообще все фотографии, которые мы нашли. Неправильно, нечего бунтарок всяких слушать. Так, а как растения-то поливать? А, вот оно внизу. Неправильно, я тебя верну. Я держу. 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 Я тонну. Я тону во времени. У меня болит голова от долгих перемоток и от того, что я сейчас думаю об этом. Это огромный шаг назад для человечества. Код Шрёдингера может существовать в двух разных измерениях. Привет, киса. Квантовая запутанность. Энергия рассеивается, как только частицы достают одинакового состояния. Это значит, что время имеет хрупкую основу. То есть судьба не написана заранее. Законы термодинамики, очевидно, не работают. Так что никаких правил, только указания. Сожгите свои часы. Время – стрела. Ньютон. Или время – это две стрелы. С одной скоростью поражающие две цели одновременно. Независимо друг от друга, достигая двух разных результатов. Что за бред, я пишу. Перемотка ограничена только самим временем. Сейчас я могу возвращаться только в определенный промежуток времени. Ирония или эволюция? Может мне стоит поупражняться со временем? Но как? Но как? Но сначала, давайте я возьму смельфи. Оооо, начинаются вот эти вот фоточки. С кривой шеей. Хе. Хе. А мы же ему тоже рассказали или не успели? Я что-то забыл. Эй, Макс, доктор к твоим услугам. Я серьезно и основательно поразмышлял над твоим запросом. Так что без лишних вопросов высылаю тебе подборку ссылок по физике и науке. А вот список обязательных фильмов. Вспомню еще. Пришлю. И доктор ждет подробных объяснений о причинах твоего хронолюб... Бррррр. Хронолюбопытство. Машина времени. Версия 60-го года. Забавный стимпанковый sci-fi. Обвисшие рожи морлоков. УИИ. УИИ. Губы уточкой забыл сделать. Точно. Эпоха за эпохой. Герберт Уэльс переносится в современный Сан-Франциско, чтобы догнать Джека-Потрошителя. Убойно и умно. Криминальное чтиво. Серьезно. Постоянное переключение между временными линиями дает общее представление об основах теории относительности. Да и ума тоже шикарна. Криминальное чтиво про время. Там просто склейка по-дурацки сделана, вот и все. Ну ладно. Где-то во времени. Культовый романтический сай-фай Ричарда Мэдисона. Все девчонки на кипяток исходят. Будешь визжать, как младенец. Я визжал. Где-то во времени. Вот это не слышал. Надо будет даже записать. Я вообще люблю всякие вот такие про время. Фильмы про машину времени и прочее. Билиберду. Временной сдвиг. Японская вещица. Можешь взять у меня копию. Или можем посмотреть его вместе. Сани Тиба и его солдаты попадают во времена самураев. Танки против ниндзя. Причем буквально. Патруль времени. Жан-Клод Ван Дамм на кухне. На шпагате в одних трусах. Что еще нужно для счастья? Это все время, которым я пока располагаю. У меня свои квантовые механики по горло, а не твои развеселые домашки в лучших традициях назад в будущее, которую мне никогда не задают. Так что теперь, когда ты познала искусство науки, я рассчитываю видеть тебя в лаборатории чаще. Я всегда найду время на твоего нового соратника. Смекаешь? Не пинай, уже ухожу. Доктор КТО. Времена издвиг Топкинчик. Эпоха за эпохой. Эх, надо записать, глянуть, где мой блокнотик для фильмов. Да, кое-что из этого я даже посмотрел. Так, че там? Эпоха за эпохой. Доклянуть. Эпоха за эпохой. Временной сдвиг, да? Посмотрим. Где написал сдвиг? Нормально тоже. Потреби. Где-то во времени. Че за шею? Не помню даже такого. Не слышал. Провал во времени в нашем переводе. О, где-то во времени. Провал. Ну, хорошо. Я думаю, он найдет. Что так, что так. Так, ну, че? Ты все, больше ничего мне не присылал? Ну, че тут такое? Присоединяйтесь к хрононавтам. Путешествие во времени – это не научная фантастика. История знает множество личностей, которые нарушили все законы пространственно-временного континуума. Текущая дилемма в том, что те, кто умеет управлять временным измерением, старательно скрывают это, чтобы не попасться на глаза обществу и правительству. Нации по всему миру тратят миллиарды долларов в попытках создать, в строжащей секретности, свою версию машины времени. Это, к счастью, не означает, что тот, у кого бесконечные денежные ресурсы, может контролировать бесконечность. Иначе вы бы не читали данный веб-сайт. Вот тут-то и появляются хрононавты. Основываясь на огромной научной информации, путешествие во времени возможно. И оно не нарушает законов физики элементарных частиц и стандартов термодинамики. По этой причине мы создали форум, на котором путешественники из прошлого, настоящего и будущего могут общаться, обмениваться идеями и опытом. Отсюда и пошло название хрононавты «Храбрые, одинокие путешественники в бесконечном плавании». Орегистрируйтесь на форуме и плывите по реке времени, не боясь утонуть. Кротовые норы. Добро пожаловать в удивительный мир кротовых нор. Термин лениво эксплуатирующийся в науке и научной фантастики. Для непосвященных кротовую нору можно представить как невидимый тоннель от одного конца пространства в другой. Таким образом, если допустить существование кротовых нор, то путешествия во времени возможны и очень вероятны. Задача человечества – найти средства или приспособления, необходимые, чтобы связать и пройти сквозь оба конца этого туннеля времени. Теория относительности Эйнштейна утверждает, что эти идеи находятся в области теоретического, пока новое поколение физиков надеется разработать действующую модель этой увлекательной загадки пространства-времени. Внутри кротовой норы. Ссылки и статьи о самых последних разработках в этой изменчивой теории. А че там за петиции? Зачем квантовые физики пытаются контролировать время? Пока вы читаете эти слова, физики и ученые по всему миру используют финансируемые из налогов государственные программы, чтобы разрушить наши представления о времени и пространстве, потенциально влияющих на ход самой истории. Например, австралийские исследователи используют фотоны, чтобы смоделировать поведение путешествующих сквозь время квантовых частиц. Несмотря на то, что теория квантовой механики появилась только в 1991 году, она разожгла горячие споры во всем научном сообществе в своих опасных экспериментах, ушедшего от вопросов этики и морали. А вот, ну как бы на самом-то деле, если машину времени изобретут, ну или изобрели, да, уже там, когда-то, давно, то мы ж никогда об этом не узнаем. Ну типа кто-то телепортируется, вот машину времени садится, перемещается обратно во времени, что-то там меняет и перемещается обратно к себе туда, домой. Но там у него все поменялось. Или может у нее не возвращается. В общем, кто-то телепортируется, меняет там все. Но для нас-то линия будет непрерывно, мы и не узнаем, что она менялась. Временная. Ну может где-то сдвиг пошел там чуть-чуть, но для нас-то будет все та же прямая. Ведь так? Даже если машину, как бы, изобрели, для нас, в ровным счетом, это ничего не значит. Вечеринка в честь Хэллоуина. Все кровопийцы, приходите в Блэквилл. Сразу после ночи, гуляний и большого футбола наступает моя любимая ежегодная вечеринка в честь Хэллоуина. Изобразите меня съеденной зомби. А, тут picture me busting a thrillist zombie move. Ректор... Ректор. Ректор Уэйллс дал нам полную свободу в украшении Хэлло и спортзала. Так что я хочу, чтобы все студенты были в ужасе, пока идут в свои классы. Я знаю, вам задали кучу домашки, как и мне, но давайте сделаем, чтобы этот Хэллоуин в Блэквилле никогда не забыли. Собрание по украшениям состоится в спортзале в 15.30 в следующую среду, 10 октября. Этого времени вам хватит, чтобы сделать все свои дела, а потом не отмазываться, почему вы не пришли. А если вы все-таки не появитесь и не поможете с украшением, Бугимэн придет по вашу душу. Покажем Блэквиллу нашу вампирскую силу. Всегда ваша мертвая Даша. Да, она. Ну, лучше бы ее Даша звали, тогда бы так всегда ваша мертвая Даша. Почему нельзя никак назад? Че у тебя за бардак? Че все валяется? Я вроде вчера... Ну, вчера вроде заходили, все хорошо было. Ну, такого бардака-то не было. Че за... Давай поиграем чуть-чуть с утреца. Нормально, в шортиках таких. Можно и поиграть на гитарке. Ну, все, хватит. А, во. Принадлежности для душа. Взять. Пошли. Че, басиком пойдем? Там же грязно, там в обудки ходят. Не забывайте, что я нужна эти паблика раньше. Как сейчас. Спасибо, Шерри. Опять про свои наркотики разговаривают, наверное. Так, знать бы еще, где у нас душ. А, вот. У Катюхи нарисовано было. Один быстрый ревизор, и я могу остановить этот ТП-атарк. А, че за про... Я пропустил все. Кто-то забыл бумагу в туалет взять, или че? Алиса, можешь стоять там? Алиса, какая-то, в общем, тупенькая. У нее, короче, до мозга, походу, не доходит, что... Макс второй раз уже просто так подходит и говорит там... Алиса, отойди, пожалуйста, в сторонку. И как раз мячик пролетает. Второй раз там. Алиса, можешь в стороночку отойти, пожалуйста? Бумага туалетная. Походу, мы в конце, короче. Нас Алиса спалит, что мы путешественники во времени. Все равно сотрю. Так, ладно. Че там, занято? Че? Или это туалет, а душ в другом месте? Вот, наверное, душ. У-у-у-у. Сцена в душевой. О, Катюха! Здорово! Че-то так... Че-то так безрадостно зубы чистишь. Как дела у тебя? Как спалось? Эй, Кейт. Как ты делаешь? Я здесь. Спасибо за мной, что вы стояли за мной вчера. Мне нужно было. А, да, ничего страшного. В любом случае. Этот человек имеет проблемы. Мы, плоские девчонки, должны держаться друг за другом. Боже мой, Макс, у вас еще есть копию «Октобер-Контрей»? Ммм, наверное. О, да, конечно, конечно. Это здорово так же. Я не понимала, что Брадбери был такой поэт. Пожалуйста, обратите в мою комнату сегодняшний день? Я просто нужно взять какие-то записи для класса. Совершенно. Я обратите их позже. Поехали. Поехали. Кейт, короче, полдня будет сейчас зубы чистить. Прямо стопудово. Да, надо с ней поболтать. Развести ее на беседу. Что-то... Что-то странное происходит у них с этим охранником. Может, они... Вдруг у них романтические отношения! И она не знает, как их прекратить там. Ну, типа того... Ну, ладно. Это мои догадки. Супер. Супер-пупер догадки. Че, че? Продажа тампонов? А, не надо там... Ну, ладно. Я просто не в курсе, как там все это... Может, каждый день надо. Пробуй в сборную по плаванию. Выдры — это сила! Сможете ли вы приплыть к успеху? С 6 по 8 сентября в 2 часа дня присоединяйтесь к одной из лучших в стране сборных среди высших школ. Мне кажется, тебе прическу надо сменить. Тебя... Башка какая-то здоровая, кажется. Вот вроде сама девчонка худенькая, да? А вот это вот у нее кокон сверху... Как головастик какой-то. Короче, ты подумай над моим предложением. Или в душ заходи. Вместе помоемся. Ну и ладно, как хочешь. Так, закройте глаза, не подглядывайте. А, надо другое закрывать. Ха-ха-ха. Хаткарфон так запутался. Может быть и такое. Катюха, спинку не потрешь! Видимо, не потрешь. Катюха. Скул. Это все. Это видео о тебе клуббинге не было как дома. Виктория, это не я. О, мой Бог, правильно. Не будь ломан. Я думаю, что это круто, что ты поставил язык на видео. Ха-ха-ха. Ты будет взорваться на другое. О, буху. Я извиняюсь, что ты так и пакет. Я уверен, что она удаётся. Видимо, что она удаётся. Я не помню. А-ха-ха. И ты знаешь, что он удастся бюджет. Поехал, сестра. А-ха-ха. Я думаю, что у меня есть нолан. Я думаю, что у меня есть нолан. Это не плохая, что у меня есть нолан. Я убил их счастливые, которое я привезла мне. Мы все-таки... Дай его удаст, Тейлор. Сейчас я знаю, если я в уроке, я не буду вернуться на тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если шлюпку накачивают наркотиками, пользуются ею и так далее Она становится популярной Как вы сейчас можете наблюдать по истории с этой Шкурыгиной И вот, что происходит с нормальной девушкой Она впадает в депрессию И, ну, просто видно, как человек просто загибается И уходит в себя И чуть ли не мысли там о суициде и прочем И вот, вот, всякое такое Субтитры сделал DimaTorzok Извините, я забыла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, что там такое Упс Шампуньку забыла, Катюха Надо взять, отнести Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Придерживайтесь следующих правил Всегда следите за тем, где вы находитесь Всегда говорите друзьям, где вы и куда идете Немедленно сообщайте руководству Академии о происшествиях на территории кампуса Чтобы скачать бесплатное приложение Кампус Алерт Загляните на blackwellacademy.ed Книжный клуб девчонок-гиков Ищет родственные души для чтения и обсуждения творчества Урсулы Легуин, Робин Хобб, Нила Геймана, Пирса Энтони, Терри Брукс, Дэвида Кальва, Мэрион Зиммер Брэдли и обычного фэнтези с драконами Ну хорошо Парням-волшебникам и грустным псевдо-вампирам вход воспрещен Да и вообще всем парням Почта для связи Brooks, собака, Blackwell, AADEMY.ED Продается этот велосипед за 20 долларов Увезет вас куда угодно Доставка 5 долларов 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Thanks for the warning The Vortex Club coming soon А может А может вот этот циклон, который ей все время привидевается Это всего лишь Ну просто предостережение, что Не нужно вступать вот в этот какой-нибудь клуб Вот в этот странный Что он их погубит, этих девчонок Ну то есть Это не прямая отсылка, что на город надвигается ураган Что нужно остерегаться урагана Так, за книжечкой Ой, я случайно Да, в этом беспорядке Попробуй найди ее еще Где она там твоя Брэдбери это Ох, нет никакого способа Это не так, почему я пришла к Blackwell И я still have to clean all this crap up After I find Kate's book Черт, это не очень Мога, это почти это может быть искусство Если он не был такой ха-ха-ха И возраст Черт Кто это нарисовал-то Вот ниндзя-вомбат, походу, был прав По поводу того, что Вандалки-граффитистки Нет, у меня Ни в институте, ни в... Ну, я в общаге не жил, конечно, не знаю Но вряд ли так Там таким занимаются Живей, я не знаю, что я не знаю Но мы-то не Джокер Чё тут, keep calm and carry on Carry on my way work Of course she just spilled soda on Kate's book Better fix this fast Kate needs the book, and I don't want to add to her list of problems Be gone, foul soft drink Aha, you sneaky book, you're mine Интересная девчонка Я думаю, мы бы с ней ужили... Ээээ, ладно Чё-то мечтать начал Точно, одеться Совсем забыл Еееей, футболочка с лосем Кейт, before I'm late As if I have to worry about being late anymore I do have all the time in the world now Ох, черт Ох, черт Хотя Хотя Это может быть этот Охранник Сегодня Я проснулась с другим человеком Хоть и никто кроме меня об этом не в курсе После вчерашнего знакомства со своей способностью Спасения Хлои и прочей дичи, как сказал бы Виктория В Блэквилле, полагаю, всё будет по-другому А я то думала, что тяжело это показывать миру свои фотографии После того, как Хлоя меня подвезла, я начал собирать информацию по тому снегу, который внезапно начал идти у маяка Но местные метеорологи так и не нашли этому объяснения Я так хотел во всем разобраться, что всю ночь провела за книгами о временном строении и физических теориях Временном строении Поскольку я не Уоррен, то к концу своих изучений я поняла, что ещё больше запуталась Не думаю, что моё видение Сторнадо и этот снегопад как-то связаны Но со всей этой неразберихой не поймёшь, что возможно, а что нет Ну, хотя бы мы с Хлоей снова зависаем вместе, это точно судьба Мне нужно принять душ, а потом встретиться с Хлоей и позавтракать Бог свидетель, я голодна В душевой я встретила Кейт, она попросила вернуть ей октябрьскую страну Замечательная книга, надо купить её себе Увы, пока я была в душе, Виктория и Тейлор начали доставать бедняжку Кейт по поводу видео И поскольку у этих шмар нет совести, они оставили ссылку на зеркале Не понимаю, почему им нравится так себя вести У Виктории есть всё, зачем ей издеваться над Кейт Марш? Мы же взрослые, а такое ощущение, будто мы в королевскую битву попали Только без антиутопии и взрывающихся голов Лишь Виктория способна в душе облить всё грязью Но это наоборот, по-моему, присуще взрослым унижать других, чтобы себя возвысить Это вот как раз таки Ну это на мой взгляд Как раз таки присуще вот этому Короче, всяким таким нехорошим людям Я видел, да Ну фиг знает, короче, взрослые, не взрослые Ладно, чтоб человек был хороший Чё ты шторы позакрывала? Витамин D не попадает, солнышко не видишь Вот то у тебя и депрессия Сидишь тут В запертень Ты хомяка кормила? А то у него уже уши выросли Чизос Эй, я пытаюсь использовать мои силы для здоровья Чизос Я не знала, что Кейт никогда с Алиссой и Стеллой Загнобили девчонку, кошмар А там следующая была И свет во тьме светит, и тьма не объяла его Ты Анна Кэти, ты всегда будешь моим светлым лучиком во тьме Обнимаю и люблю Обнимаю и люблю, папа Ну ладно, ладно Спойлерить мне тут Это много сломан Она будет через бокси Почему она повернула зону? Если она не посмотрит на себя Кейтс арт perfect for our children's book Everything looks so fun and colorful and positive Позвони нам от мамы Кейт, нам с отцом позвонил ректор Уэллс и рассказал про тебя и какое-то видео с вечеринки Наши опасения по поводу твоего поступления в Блэквилл подтвердились Прошу, позвони нам сегодня после занятий, чтобы мы могли обсудить это Мы надеемся, ты не опозорила себя и нашу семью Мы будем молиться за тебя и ждем, что ты будешь молиться о прощении Бедная девочка Ну вот да, Сэм Стайл прав Как бы Пусть как будет, так и будет Ну что-то пропущу, что-то не пропущу Может быть, Кейт у нас разная личность Чёрч-герла в день Парти-монстр в ночь Береженого Бог бережет Неважно, как сильно вы любите друг друга Одна ошибка может изменить всю вашу жизнь У вас есть выбор В воздержании нет ничего страшного Please wait Praise B.J.C. Ну По идее, да Видео как бы есть Ну, там надо Короче, фиг знает, тоже разбираться надо Ну сейчас мы к Малахову дозвонимся Чёрч-герла Чёрч-герла Это все американские зомби Почему зомби? Кейт даже делает книги в Библии Мои родители никогда не привезли меня к церкви Я не знала ни о чем, ни о чем Я не знаю, что верить От Матфея 11.28 Придите ко мне все труж... Придите ко мне все труждающиеся и обременённые И я успокою вас Соблюдение правосудия Радость для праведника И страх для делающих зло Да, Библию тоже не спойлерить Ну ладно, ладно, чем там закончилось всё? Можете сказать А ещё же Смотря какую Библию Их же много всяких Чё там? Милая Кэти Ни дух святой, ни дьявол не смогли бы подготовить меня к тому, что ты сделала на этом видео Подобно Иезавель Ты предстала пред лицом Господа в своём блуде Всей церковью мы будем молиться, чтобы Бог спас твою душу от вечного огня преисподней Тётя Марш Ничему Людей Не учит Библия Добрый господин Это должно быть Кейтс ХР Гигер 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 Это же Что-то знакомое Не могу вспомнить Это не он Чужих рисовал Так Классно Гигер 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 Я знаю, что это Художник Да Да Это по его картинкам Да Чужой был Ну Нинди бомбат Ну А я бы, кстати, почитал какую-нибудь Библию Я думаю, я вот сейчас вырос К тому моменту, что можно было прочитать Че там у тебя? Катюха Эм 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 Ненавижу задир Эм 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 Ненавижу задир Эм Эм Эй Эм 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 А что за видео? Ты знаешь, как умилительная это для меня? Я знаю, что это ужасно, Кейт, но... Скажи мне о видео и может быть, я могу помочь. В общем, я пошел в один Вортехсклуб партии. И я закончил с большими людьми. И я не помню этого. Это не звучит как ты. Я не могу видеть тебя партия с Викторией. Я не знаю. Ты должен сказать мне больше всего этого. Что случилось в партии? Ты попил? Я сверну, Богу, я получил один сип красного вина. И тогда я попил воду. Ну, этот же подсыпай, под... Мог подсыпать там наркотиков каких-нибудь. Уоррен или как-то. Я не умею. Нужно выстрелить, да? Я не выстрелить. Наверное. Я беру пить в церковь, и я не выстрелу на фираловом виде, хорошо? Кто-то тебя забрала? Я помню. Я помню, что я забрала. И дизлит. Пойдем. Тогда Нейтан Прескотт сказал, что меня привезли в госпиталь. Нейтан Прескотт? Ох, черт. Он был красивым для изменения, когда он предложил мне помогать. Он против Нейтан. Что дальше? Все, что я вспоминаю, это за долгое время. И я улыбалась в комнате. Я думала, что это был хоспиталь, потому что он так белый и яркий. Пойдем. Я слушаю. Кто-то говорил со мной в жестком голосе. Я думала, что это был доктор. И я слышала Нейтана, и чувствовала шарп-стинг в моем голове. И... Ого. Не, ну тут вообще уголовщина. Прям жесткая. И... 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 Но мы все равно просто специалисты пунктов и факультета. Я просто думаю, что мы должны быть очень осознанным здесь. Почему? Осознанным? Ничего. Except, что Прескотты являются очень мощной семьей. Я надеюсь, что это не зашлое на нас, это все. Даже если этот бастер-бастер получил серьезное хорошее карма. Он получит это. Да что-нибудь придумаем. Господи, это очень тяжело. Если Кейт не вышла и рассказывает правду. Ух ты, красивый плакат, а что я его в прошлый раз не знал? Хорошая атмосферская шкафа. Нужно краски. Привет, Брук. О, привет, Макс. Видела, как снег вчера шел? Видела, как снег вчера шел? Я не знаю, что снег вчера шел. Я не могу понять, что ты серьезно или нет. Ум, я не знаю, что я научно. Я думала, что ты мог бы объяснить это. Я серьезно. Даже meteorологи не могут объяснить эту снег. Я думаю, что Варен может. Ты еще разговариваешь с ним? Нет, не совсем. Он мой друг, не моя мама. Правда. И Варен очень любит говорить о метеорологии с мной, потому что я один из тех, кто может разговаривать. Поговорим с тобой позже, Макс. Давай. Пока. Тейлор не уверена, что Виктория, как обычно. Ууу, а кто это у нас еще не успел одеть? Хм. Тейлор, ты очень лучше, чем вчера? Я рада, что мы говорили. Я тоже. Я знаю, что это хорошо просто говорить о этой теме. Ты почти психик. Я чувствовала, что ты знала все равно. Кстати, лучшая и большая новость дня, что Тревор спросил меня к Хэллоуин-шиндигу. Это круто, Дэйна. На самом деле, мы показываем свои линии вместе в публичном, так что ты абсолютно должен идти с нами. Уберите одну из моих одевых и придите как гейк-догую с вашей библиотой, в том числе, Варене. Ээээ, я не крупный на косплее. Не позволяйте жизнь через тебя, Макс. Итак, ты приходишь к партию или нет? Почему бы и нет? Если я ненавижу, я всегда могу вернуться в мою комнату. Это spirit, Макс. После этого, ты готовишься к рейдам. Это звучит весело. Теперь я буду рассматривать мою будущую партию. Говоря о Хэллоуине, смотри на все эти мейкопы. По крайней мере Дэйна знает, как использовать ее. Вдруг она правда снимала все это. Ты там? Хорошо, я не буду рассматривать тебя. Что они? Ну ладно. Брюк, 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 брюк. Кто такая Стелла? Говоря о Хэллоуине. Говоря о Хэллоуине. На учебу надо. Он спит там. Ну я в мусорку смотрел. Чего вы меня выкидываете из локации? А вдруг это Самуэль всех, короче, напаивает там и... и всякие вот непотребства вытворяет. Вон он там. Раннее утро обожаю. Вот это вот. Шепот белок слышит. Я видел онлайн. Не смотри. Но... Я увидела дождь, который смотрит прямо на меня. Как будто он пытался... О, это твой звук. Снег. Ничего странного там, кроме того, что ты видел твой. Может быть, сигнал о твоем destinе. Что я знаю? Мой спирит живот — сквирр. Снег вчера видел. Снег вчера видел. Так, что ты думал о том, что сквирр. Снег вчера вчера? Одна месседжа из земли — чтобы мыть нашу шипы вместе. Я скажу, что Самуэль не видел ничего такого такого. Я не хочу в виду этого ночного ритюла. До свидания. Конечно, ты так. Всё понятно, короче. Самуэль — талисман. У него белочка. Всё предельно ясно. Ну, теперь. Блакуэлл не может иметь не один футбол? Варен сказал мне, что тот тотем назвал Табанго. Для того, чтобы никто не знает. Очень странно. Очень странно, что его сфотить нельзя. Ну да, смотрите, пасмурно теперь как-то. Как-то пасмурно на улице стало вдруг. Да, ещё и в третьем лице о себе говорит. Это неспроста. Я не думаю, что я в самом деле видел Тейлор самостоятельно с вашей команде Виктория. Здорово, Тейлор. Здорово, Тейлор. Здорово, Тейлор. Просто потому, что ты хорошая, Виктория, не означает, что я должен быть хорошая. Да, мы не будем ссориться. Я не хочу бороться с тобой или Виктория. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Look. What's happening? What's happening? What's happening? I'm really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. Она живет. Почему ты сидишь с Викторией? Она очень смешная, и она тоже. Смотри, ты не знаешь ее. Я знаю. И она одна из лучших друзей, что у тебя есть. Я думаю, что я тоже имею в виду лучших друзей. Лучше, чем имею в виду лучших родителей. Я бы любил, если моя мама была более лучшей, вместо болезни. Но все равно, мы уже говорили. А зачем мне перематывать что-то? М-м-м. 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 Хорошо, что подсказку показали. А то бы я не понял. М-м-м. М-м-м. М-м. М-м-м. М-м. 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 двигатель из этого клубу клубка интриг мне уже не выбраться после выслушивания всех оскорблений насмешек виктории тейлор над кейт я вернулась в свою комнату обнаружила этот жуткий фотомонтаж только отморозок вроде нейтана могут сделать нечто подобное мысль о том что нейтан был в моей комнате расклеивая всю эту фотогалерею не дает мне покоя не следует быть остальным мне следует быть осторожнее мне уже кажется что вся эта идея с камерами не такая уж и плохая я сразу сказал что это вообще неплохая идея это отличная идея поменьше маньяков в кампусе будет зато написать со скрытого номера подписаться когда казалось хуже быть уже не может со скрытого номера мне пришло смс с угрозами нейтан виктории без понятия стоит быть осторожнее мне нужно было отдать книгу кейт так что я пошла в ее комнату я знала что дела у нее плохи но не знала насколько пока не вошла свет не горел а все занавески были задвинуты словно в каком-то пристанище эмо и и леготов сама же кейт не была ни тем ни другим она просто плакала одна в темноте мне было больно видеть ее в таком состоянии и самое грустное мне захотелось заснять ее запечатлеть как она страдает у нашей макс тоже какие-то проблемы судя по всему кейт думает что с ней произошло что-то еще помимо того видео к тому же она сказала что нейтан прескот отвез ее с вечеринки в больницу и она думает что он что-то сделал с ней но она не помнит что именно довольно трудно сомневаться в правдивости слов кейт зная ее и то кто такой нейм нейтан я своими глазами видела на что этот чудак способен разумеется кейт спросила стоит ли ей идти к ректору или в полицию и в полицию я сказала что стоит кто-то еще может быть в опасности но кейт сказала что я буду ее поддержкой и это напугало меня учитывая то смс с угрозами стоит ли мне так глубоко во все это вмешиваться когда за мной кто-то следит или даже хуже ситуацию все тяжелее держать под контролем и такая уж ты супер макс ну когда у тебя есть вот это манипуляциям временем по моему все изи главное успеть вовремя отмотать вот и все сейчас бы рэп сочинять в 2к 13 Это моя подруга Ой, не связывайся с ним Планеты и Апы Поехали! 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 Да, это точно, что я нужна Я люблю эти старые Апы Ну, это было легче, чем я думал Хорошо, я беру информацию Школьный автобус! А, только он привозит А на завтрак мы поедем В школьном автобусе Ну да, да Опять инду... Индюшатинг подъехала Нормально, послушаюсь Можно надвертеть голову? Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok У них там бензин по 40 рублей У них там бензин по 40 рублей У них там бензин Ну я засыпал на стекле Правда Потом Голова болит обычно После такой Дремы Потому что постоянно по стеклу Дррррр Едешь и бьешься Да, было дело Слушайте, сохранение же было Ребят, наверное, на сегодня все И что-то я засыпаю постепенно сам уже Сейчас бы на стекло облокотиться Да подремать Продолжим Когда продолжим? Да завтра, наверное, продолжим Не будем сильно откладывать Пока вот идет у нас Икс ком отложим Ненадолго Да пройдем life is strange А потом посмотрим Рамой Нифига себе Наследний Наслед 8 марта продолжим Не, не заказ Ну просто пройти хочется уже Раз уж начали Кинцо Его надо нахрапом все проходить А вот Ладненько, друзья Всем большое спасибо за стримчик Подписывайтесь на канал Вступайте в группы Ссылочки в описании все есть Ну и Любви, добра, тепла Еще раз с праздником всех Да, завтра узнаем Что там у девчат Всем спасибо Всем до скорых встреч И пока По поводу завтра-незавтра В общем в группе Будьте там Состоите В общем Не знаю Будет завтра стрим или нет Но надеюсь все будет Все Всем покедушки Субтитры сделал DimaTorzok